Эй, всем привет! Меня зовут Ольга, Реута Ольга. Я скетчер, преподаватель скетчинга. Мой псевдоним в интернете Хельга Овелл. Я рада вас всех приветствовать, присоединяйтесь. Сегодня я вам расскажу про линеры. Подготовила уже бумажку, на которой будем тестировать. Начнем с того, что когда человек начинает погружаться в мир скетчинга, он возможно впервые может столкнуться с таким названием как линер. И в целом не всегда понятно, вроде человек пришел рисовать маркерами, а ему говорят, подожди, тебе еще нужен и линер. Вот мы поговорим, зачем же он нужен. Изначально можно спутать его с, не знаю, обычными ручками, какими-то эпиграфами или еще что-либо. Но это не совсем так. Он отличается и по наконечникам, и по свойству чернил, пигменту. А именно наконечник у них остренький и совсем не похож на ручку, особенно на шариковую. То есть вот этот кончик, он весь пишет. Там никаких шариков, ничего нет. Вот. Также он пишет под любым углом, вне зависимости от того, как мы его возьмем. Он может быть как и самостоятельный. Допустим, вот в графике очень много людей, кто рисует просто линейные рисунки. Вот. И линер отличный вариант, так как у него и кончик удобный, и у него есть разная вариация толщины этого кончика, что очень-очень-очень удобно для выразительности рисунка, для проработки каких-то деталей маленьких. Мы используем самый тоненький. Или же нам нужно показать глубину, и тут нам нужно. И пригодятся и толстые наконечники, и тоненькие. Вот даже если посмотреть на рисунок, который изображен на самой упаковочке, то вот видно, что вблизи тут больше деталей, больше проработки теней, чем дальше уже уходят такие тоненькие линии, легкие, воздушные. Вот. Также линеры используются и при работе с нашими любимыми спиртовыми маркерами, и акварелью. Вот. Возможно, там еще с какими-то материалами, и цветными карандашами. Ну, под гуашью, наверное, контур смысла нету делать. Вот. Вспомогательный инструмент — это да, как раз вот в виде контура. Сейчас я вам как раз покажу на примере. Вот, допустим, у нас есть рисунок. Вот. Без линера — это у нас уже такая не иллюстрация, а уже больше в реализм уходим. Но когда нам хочется именно такого скетча, именно иллюстрации, четкости рисунка, четкости краев, то мы уже используем линер. Часто вспомогательным инструментом, как вспомогательным инструментом вот на таком маленьком формате — это у меня где-то 21 на 21 — мы используем ширину линера от 0,05 до 0,2. Если брать уже больше толщину, то нам и формат нужно делать побольше, потому что будет очень активная ширина. Вот тут я использую 0,1. Вот. Видите, у нас получается линер, он как и самостоятельный такой инструмент, так и когда мы добавляем маркер, он становится хорошим дополнением к нашему рисунку, структурирует его, показывает детали. Вот. В какой-то момент его совсем не видно, он прям таким тайным рыцарем становится в рисунке. Вот. Также мы можем добавлять не только рисовать сам рисунок, но мы можем и делать дополнение окружения вокруг рисунка и соединять наши, допустим, спиртовые маркеры или акварель и графику. Вот у меня такая иллюстративная графика, совсем легенькая. Вот такая у нас история. Раз мы затронули тему про толщины, давайте с ними и познакомимся поближе. У скетчмаркер, помимо того, что можно купить один линер, можно взять и приобрести вот такой наборчик. Комплект из шести линеров и они отличаются своей толщиной. Тут вот в окошечке как раз видно. достаем. Вот такие ребятки у нас в этом комплекте. И давайте посмотрим. Как раз у нас комплект начинается от самого тонкого. Это 0, 0, 5. Дальше идет 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5 и 0, 7. 0, 7 самый такой толстенький товарищ у нас. Покажу вам кончик. Совсем-совсем тоненький. Сейчас мы посмотрим, как он в работе у нас. И сравним самый толстый наглядно. Я взяла 0, 0, 5 и 0, 0, 7. Покажу вам, чем он отличается. Даже сейчас. Вот так будет наглядней. Вот. Я, так как я в скетчинге вообще давно, то и с линерами я знакома тоже уже давно. Больше шести лет. Вот. И хочу отметить такие свойства у скетчмаркер в том, что вот, допустим, самый тоненький наконечник, он не проваливается внутрь, он не махрится, не ломается. У меня были истории, что я покупала линер. Я вот, когда провожу мастер-классы, рассказываю своим ученикам вот эту историю печальную, что два раза приобрела одну и ту же фирму. Вот. И при первом же нажатии на листе у меня наконечник просто ушел вглубь корпуса. И, собственно говоря, я его не достать не смогла, не разобрать ничего. То есть вот как купила, так и выкинула. Первый раз я подумала, что, ну, что-то не так просто случилось. Вот. А второй раз я поняла, что это уже закономерность. И вот первое, что я сделала, когда приобрела скетчмаркер, так я проверила 005 на выживаемость. И, поверьте, он жив и здоров. Рисую я уже давно. Так, давайте посмотрим, чем же они у нас, собственно говоря, отличаются по толщине. Я взяла самый тоненький и 005. Ну и давайте такое что-нибудь из моего излюбленного нарисуем. Очень мягкий. Наконечник, такая тоненькая линия. Вот. Вроде все видно, да? Еще очень удобно, что вот такие цифры прям крупные написаны. Можно легко и быстро найти нужный маркер. Также, если он стоит в пенале, то... Ой, не маркер. Господи, уже по Фрейду оговорочка. Мои любимые маркеры всегда при мне. Алинир. А то еще, если они стоят в пенале, то еще и сбоку у нас дублируется цифра эта. Так, следующий. 01. 01. Возьму такую тему путешествия. Очень легко рисовать совсем-таки маленькие детальки. В скетчинге я часто использую, как я уже говорила, толщину от 0,05 до 0,2. Вот такой компас у нас. 01. Так, следующий. 02 у нас идет. Такое уже чуть поактивнее. Продолжаем. Вот кончик также покажу вам. Нажимаю я порой и очень сильно, и как бы вообще... Вот у меня такие рабочие лошадки, и ничего с ними не происходит. Вот он аккуратненький, ровненький, хороший. Также хочу заметить, что корпус очень легкий, пластик тоже качественный, нигде никаких нет ни зацепок, ничего. Приятная надпись, она не стирается, все четко видно. Тут тоже она не стирается, тут наклеечка. Так, 0,3. В скором времени появятся также и цветные маркеры, не маркеры, боже мой, простите меня, пожалуйста, линеры. Цветные линеры разных цветов. Но это уже скетч-маркер сделает анонс, расскажет об этом подробнее, когда и как. Так, теперь я беру 0,5. Довольно-таки уже такой плотненький. Так, что нарисовать, что нарисовать. Угу. Чашечку нарисую, любимую свою. Так, и последний у нас 0,7. Так, вижу вопросики, так. Сколько такое чудо стоит? Так, цена на комплект, по-моему, так, 740 рублей. Это комплект из шести толщинок у нас идет. Если говорить о приобретении одного маркера, то 125 рублей где-то. Но также смотрите магазины тоже. Так, и 0,7. Такой самый толстенький, жирненький. Давайте палатку нарисую. Так, спасибо. Так. Вот. Вот. Разные толщинки и сейчас я покажу их вам в линии. Так же начнем от 005, опять потихоньку. При нажатии линии не меняется, то есть она вот как тоненько идет, так и идет, так 005, 01, чуть-чуть поактивнее, 02, так еще вопросы вижу. Они водостойкие, под акварелью не плывут. А мы сейчас и, вот я дорисую и проверим это. Вот, да, они идут как водостойкие под воздействием воды. Скетчинги, они у нас не дают клякс. Так, два, три. Но по-сырому мы не рисуем, да, это все-таки у нас не акварельный карандаш, то есть по сухой бумаге. Можем сделать набросок, вот, а потом приступить уже к акварельному рисунку. Также надо смотреть, так, 03, 05, на вашу бумагу. Какой она имеет, какие имеет характеристики. Вот, чем бумага такая, чем бумага больше гладкая, она требует от себя того, чтобы пигмент и сами чернила просохли на ней. Чем бумага более пористая, она быстрее впитывает линер и, ну, можно сказать, не размазывается. Но это касается и спиртовых маркеров, и каких-то других инструментов, которые, вот, там, допустим, перьевые ручки, гелевые ручки, шариковые ручки. То есть мы, когда на гладкой очень бумаге такой рисуем, то этот слой должен чуть-чуть высохнуть, вот, проветриться он должен. Вот, а если бумага пористая, они сразу впитываются. Ну, вот, собственно говоря, я вам показала от 0,5 до 0,7 толщинки. И давайте, раз такой вопрос у нас появился, мы их протестируем на разных типах бумаги. Данная бумажка у меня была специально для маркеров. от скетч-маркер 75 грамм. Вот, она имеет с другой стороны покрытие, поэтому сама по себе тонкая, поэтому нам при работе с ней… Так, все, привычный возьму для себя. 0,2. А при работе с ней нужно подождать так же, как и маркеры сохнут на ней долго, и работа с линером. Ну, сделаем такую пометку. Так, сейчас посмотрю, что вы у нас пишете. Вы самые лучшие. Спасибо, очень приятно. Прямые эфиры постараемся чаще показывать. Их удобно держать в руке? Мне очень, честно скажу. Ну, вот смотрите, у них получается тут сужение идет. Кто любит прям узенькие, можно за краешек взять. Мне очень комфортно вот за эту брать. Они кругленькие, тут есть выпуклость, рука не скользит у меня. Что вы делаете? Я рассказываю про спиртовые маркеры. Ой, я рассказываю про линеры. У меня спиртовые маркеры, я фанат. У меня вся жизнь про спиртовые маркеры. Еще раз повторю. Вот. И аккуратненько, когда мы рисуем, у нас получается, что... Оп. Вот как раз про маркеры. Вот видите, он влажный рисунок остается. Так же постепенно, постепенно высыхает. Покажу на другой бумаге. Вы увидите, что вот это влажное пятно, оно не такое яркое. И вот нанесение... ...самих чернил. Влажное сделал. Влажное пятно. Они у нас не потекли. Так, это бумажка у нас от скетч-маркер с клеечкой. Нет, давайте дальше посмотрим. Посмотрим мы на двухсторонней бумаге, которая Кэнсон Зевал. Так же. Какой-то можно рисуночек еще сделать. Простой совсем. Поддержим тему. Вот. Для чего еще линер мы используем с спиртовыми маркерами? Спиртовые маркеры имеют такое свойство, что они растекаются немножко на листе. Прям вот буквально чуть-чуть. Но когда мы наносим большое влажное пятно, оно у нас растекается. Вот. И линер нам как раз помогает этот маркер немножко остановить. Потому что все равно при нажатии на линер вы создаете такой совсем-совсем маленький бугороч, вмятинку. И на этой вмятинке чернила останавливаются. То есть линер на первых порах помогает вот этот маркер немножко остановить. Вот. Но бумага по сути не предназначена для воды, двухстороннюю завалу. Но все же вот сделаю капельку на ней. Вот видите, линер у нас не поплыл. Давайте возьмем еще вариант бумаги. Допустим, вот полюбившийся Bristol бумага. Это толщина у нас 300 грамм. Это уже скетчмаркер, у меня такая склеечка. Вот. Ее очень любят использовать для графики. Нарисуем тоже такой. Маленький рисунок. Она гладкая. Вот. Для гладкой бумаги время для того, чтобы на ней пигменты нужны чуть больше, чем на отпористой. Так, трансляция зависла. А сейчас, как меня видно, слышно? Все видно, слышно. Угу. Отлично. Так. Так, сколько раз сталкивалось, что их не хватает надолго. высыхают, вы, наверное, имели в виду. Насколько хватает этих маркеров и линеров. А линеры у меня уже где-то год, наверное. Все живы-здоровы. Вот. Причем я рисую, ну, много рисую. Вот. Ну, маркеры – это уже другая история. Сколько вы раз ими рисуете, там, в день, допустим. Я очень много ими рисую, поэтому я их часто заправляю. Вот. И смотрите, вот когда нужно сделать глубину в рисунке, сейчас у нас появляется возможность взять разную толщину. такой мини-рисуночек сделаю. На первый план то, что у нас выходит, нам нужно сделать так, поактивнее. То есть это уже законы воздушной перспективы, да? Чем ближе – контрастнее, ярче – деталированнее, чем дальше – бледнее, не контрастнее. И, соответственно, вот эту глубину с помощью линеров можно показать тем, что вдалеке у нас линии становятся совсем-таки тоненькие. Вот такой небольшой рисунок. Так, увлеклась. Давайте следующий. Теперь акварельная бумажка. Сколько грамм? 200 грамм. Смотрите, какая ситуация. У нас для того, чтобы пожалеть наш линер, на акварельную бумагу, она ведь пористая, шероховатая немножко, лучше брать толщину кончика не меньше 0,2, чтобы не повредить его. Потому что 0,05 – он довольно-таки маленький, нежный. Вот. И если много-много рисовать на акварельной бумаге, ну, нужно быть поаккуратнее тоже. Так. 0,2. Акварель у меня под рукой нету, я просто попробую, так сказать, покапать на свой рисунок. Нот тоже справляется. Солнышко у меня будет. Так. Сколько раз сталкиваюсь, так это я прочитаю. Можно ли сохранить эфир? Да, эфир я сохраню. Так, комментарии мешают. Сейчас я сдвину. Вот так виднее. Так, фломастеры какие-то используешь? Не фломастеры, а спиртовые маркеры. Они отличаются от фломастеров, собственно говоря, чернилами, которые могут и любят делать градиенты, что нельзя сделать с обычными фломастерами. Так. Капаю. Это бумага. К воде нормально относится, поэтому я так хорошенечко его заливаю. Вот. Видно? Он в воде находится, на акварельной бумаге. Она пористая, впитывает в себя хорошо. И как раз вот про маркеры, да, покажу, чем они отличаются от фломастеров. Возьму первые попавшиеся, которые у меня под рукой. Они отличаются тем, что они очень похожи на эффект такой акварели, когда ими рисуешь. И могут делать такие вот градиенты. за это я их и полюбила, скажем так. Так. Это Bristol. Бумажка для графики. Но ее недавно стали использовать и под спиртовые маркеры. Вот. Линер на нее ложится очень хорошо. Мягко идет. Она довольно-таки плотная. Спиртовые маркеры, правда, и ее вот пробивают, но и линера вообще не видно. То есть линером можно рисовать с двух сторон на ней. Так. Посмотрим. Предыдущий наш. Это двухсторонняя бумага Cancent The Wall. Вот на ней еще капелька так и не высохла. Если на акварельной бумаге капелька высыхает, то тут вот она еще мокрая и влажная. И смотрите, все равно ничего у нас с ней не случилось. В тандеме линер плюс маркер я все-таки советую рисовать на бумаге, которая для маркеров предназначена. Потому что маркеры совершенно по-разному себя ведут на разные бумаги. На акварельной бумаге, допустим, ими рисовать я бы не советовала. И расход огромный, и она быстро впитывает пигмент. Даже не всегда получается эта акварельность. Так, кто у нас еще остался? Ну и давайте обычную офисную бумагу посмотрим. Именно вот линеры, да, как они у нас себя ведут. Это 005. Для маркеров она, бумажка эта очень тоненькая, они будут расплываться на ней. Вот, и по своим характеристикам. На этой бумаге очень такие пятна идут большие от маркеров. И также от воды ее начинает коребить. Поэтому мы протестируем наши линеры. Она в целом тоже гладкая. Посмотрим. Это нарисовала, провожу. По ней ничего не происходит. То есть от свойств бумаги очень-очень зависит то, как материалы на ней себя ведут. Вот, и я считаю, какой бы материал по качеству не был, бумага прям тоже играет процентов 30 вообще от всего взаимодействия материалов друг с другом. Поэтому никогда не пренебрегайте бумагой и не берите вот эти вот прям, не знаю, совсем-совсем какие-то непонятные варианты. Лучше или тестируйте также, проверяйте, как материалы на той или иной бумаге себя ведут. И выбирайте именно то, что вам надо. Или по советам еще что-то. Вот, хорошо бы брать тестовые варианты и пробовать. Так, я вот на мастер-классах часто приношу своим девчонкам, которые у меня занимаются, прям листики у меня получаются склейки. Я им эти листики подписываю и выдаю на пробу. Давайте посмотрим, какие у нас еще вопросы тут есть. Дорого ли стоит чернила по сравнению с самими маркерами? Вы имеете в виду заправки для спиртовых маркеров. Они стоят не намного дороже одного маркера, но хватает их где-то на 10-12 заправок. То есть, выгода большая. Вам не нужно будет бегать и искать обычный, тот цвет, который вам нужен. У вас уже есть маркер, у вас есть к нему заправка и вы ничего не ищете, не ходите, не смотрите именно тот цвет, который вам нужен. Нельзя заправлять маркеры, допустим, вот B73 и Cool Gray 5 одними и теми же заправками. То есть, это совершенно две разные заправки. Один с одним цветом, с номером, другой с другим. Есть блендер нулевка, но он тоже не предназначен для того, чтобы заливать их в цветные маркеры. Он выедает цвет. Это просто чистая основа, получается, спиртовая. Он для каких-то эффектов используется. Вот. Можно немножко, если у вас маркер засох, там, не знаю, вы не рисовали ими два года, и он чуть-чуть подсох, можно чуть-чуть добавить блендера внутрь. Но, если это темные цвета, то стоит ожидать, что он чуть-чуть станет светлее. Возможно, на два шага где-то. Как вы научились рисовать? Рисование всю жизнь со мной было. С самого детства, потихоньку, помаленьку. Вот. Активно начала рисовать где-то лет восемь назад. И с выходом на декрет получилось так, что я посвятила этому очень много времени. И ко мне стали уже обращаться, там, вопросы какие-то спрашивать, просить провести мастер-классы. И так я пришла и в преподавательскую деятельность. Так, чернила 275 рублей. Да, я вроде уже... А, 275 именно чернила для заправок. Спиртовыми маркерами я, кстати, рисую уже больше шести лет, соответственно. И линерами тоже. Всякими линерами уже порисовала, попробовала. И чернилами рисовала. Вот. Но чернилами рисовать неудобно, они не водостойкие. Поэтому при любом контакте с водой они плывут. Вот. Сейчас я вам как раз покажу, о чем я. Если вот у нас, получается, перед нами линер, вот это вот чернила. Так, сейчас капелька. Оп. Вот, видите, про что речь идет. И они начинают... Даже местами я их просто смыла. Что касается чернил. Тут у нас вот все подсыхает. Вот. Все на месте. Так, пускай сохнет. Так. Дальше по вопросам. А как их заправлять? Заправлять спиртовые маркеры очень просто. Если таким прям кустарным методом, то вот у нас наконечник долото. Берем салфетку под рукой, которой у меня нету. Берем за долото и вытаскиваем его. Также мы, собственно говоря, и меняем, если нам очень понадобилось, наконечники. Сюда кончиком. Секунду. Я взяла первую попавшуюся, которая у меня была. Поэтому я заливать не буду. Открываем заправку. И этот кончик помещается сюда. Также здесь есть деление, которое помогает нам контролировать количество чернил, которые мы заливаем. И все, обратно его добавили, закрыли. Чуть-чуть дали полежать и можно дальше пользоваться этим маркером. Вот. Я чаще вынимаю долото, потому что оно плотное и его легче всего и ухватить, и вытащить. А пинцетом я бы не советовала делать, потому что пинцет он острый. Если сильно нажать, можно просто порвать долото. Обычные перчатки можно надеть, я не знаю, ими вытащить. Он очень легко вытаскивается. Если мы будем тянуть за перо, ну как-то жалко даже, я не знаю. А за долото так вообще не ухватиться руками. Поэтому долото присутствует и в стандартной базовой комплектации, и в браш. Вот. И, собственно говоря, и перо, и долото, и пуля, они меняются сменные. Так, маркеры, да, фирмы скетч-маркер. Вот это черный, это с наконечником перо, браш. Светлый корпус с наконечником пули. Так, ну что же. Линеры мы с вами испытали. Посмотрели на разные бумаги. На акварельный, на Bristol, на двухсторонний The Wall. Взаимодействие с маркерами большой плюс дает, что он чуть-чуть удерживает маркер на бумаге и не дает ему сильно расплываться. Ну, опять же, если вы делаете, там, не знаю, слоев 10, то бумага, она же или пробивает внутрь на несколько слоев вниз, или, если это двухстороннее, то пятно начнет, ну, естественно, расползаться. Тут уже законы другие вступают в силу. Так, и на обычной офисной бумаге мы вот тоже с вами попробовали. Линия четкая получается. Вот такие. Варианты. Опять повторюсь. Вот, даже покажу. На этом я закончу. Всем спасибо. Всем пока. Эфир я сохраню. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok